Театр Виталий Тимошкин Театр Да, с Никитой мы обязательно побеседуем Да, но вот давайте сейчас начнем с премьеры По рассказам Василия Шукшина Виталий, ваши впечатления Какие вообще надежды возлагали Когда режиссер вам объявил Вот именно о этом выборе Шукшина Ну, наверное, я за себя скажу Да, конечно Ну, я никогда не сомневался, во-первых, в выборе Потому что этот автор Это, я считаю, после Чехова В общем-то, в литературе не было Более яркого Более яркого явления, чем Шукшин Поэтому, как бы И Он всегда будет современен Потому что этот человек пишет Не о времени, не об эпохе Он пишет об архетипах Он пишет о загадочной русской душе О тех чертах, грани характера Которые есть в нас Встречаются в каждом дворе И Они, ну, не пропадают Они всегда Неважно, какие там ситуации То есть, вы хотите сказать, что материал актуален Всегда Он и раньше был актуален Там 50 лет назад Пока будет Россия Он будет актуален То есть, и актуален он Сегодня, ну, расскажите О своих впечатлениях Какую роль исполнили вы Ну, и, собственно Как вообще отреагировали зрители Ну, получается, в этом спектакле Семь рассказов Шукшина Играют семь актеров И у каждого актера Получилось по шесть-семь ролей То есть, для актера Это очень интересно Очень важно То есть, за весь спектакль Можно показать себя с разных сторон Такие вот актерские грани свои Здесь все такое Здесь такое Перевоплощение быстрое, моментальное И вот в этом был такой кайф Ты можешь показать Проявить себя как актер В этом спектакле Спасибо большое Олег Анатольевичу Скивко Который поставил этот спектакль И который не наседал на нас Который давал нам на импровизацию Время На подумать Придумать Потому что там Где-то прическу поменял Костюмы, естественно, менялись Вот так Быстро-быстро все это И мы ловили очень большой кайф Работая в этом спектакле Но еще и понятный шукшин Понятный нам Потому что мы Более молодые зрители Могут это наблюдать Там в бабушках Папах Мамах Дедушках Кому-то это Ну Родное Более взрослому По самому себе И поэтому отклик нашелся У каждого У молодого зрителя У более взрослого зрителя Всем смешно Всем забавно Всем и поплакать Что-то родное найти Поэтому этот спектакль Я думаю Удался Прям Ну На славу Хорошо И даже в премьеру Ну как бывает Премьера выпускается И Мы думаем Ну надо проверить Как зритель отнесется Где зритель посмеется Мы Ну тоже проверяем Ну то есть реакции Да Проверяем все И спектакль выходит на премьеру И Ну он еще доработается Он еще А тут Мы вышли на премьеру И как будто сто лет его играли Настолько это было легко Как будто это не премьера Как будто мы его играем давно Как будто шукшин у нас уже давно И Такое ощущение было И у зрителей И у нас Было очень легко И комфортно Вот что могу сказать Поздравляю Я вас с такой Существованием Реакции зрителей Но это очень приятно Да Виталий Расскажите пожалуйста Насколько близки Вам ваши герои И вот О чем вообще Этот спектакль Спектакль Знаете Лен Вот хотелось бы сказать Что это спектакль О тех качествах Которые не надо забывать Душевно Сейчас В тяжелое время Люди Идите в театр Мы будем греть вас Любовью своих сердец В этом спектакле В этом спектакле Это очень получилось Вспомните То ради чего Мы друг друга Любим Из-за чего Мы друг за друга Держимся Из-за чего Мы с друг дружкой Вместе Все это Там есть Мы все это Вытащили Все это Прожили И все это Вам подарим Вот Даже как-то Расскажите Вот он Он очень Вовремя Родился Наверное Он очень Вовремя Родился Вот в этом А ничего не бывает Случайного Да Наверное Вот в это Как-то Время Мало того Что он Нас как-то Сам держит Мы еще чувствуем Какая идет Отдача от людей Люди получают В этом спектакле То Что сейчас Им хочется Что может быть Даже и жизненно Необходимо Да Обновить Душевные Какие-то Вот качества То что Вот Сейчас Очень легко Как бы Очерстветь Душой А тут Наоборот Тут Как бы Мы даем Ответ Как продержаться В это время Вот Держать За хорошие Да Слова Василия Макаровича В конце Они бьют Прямо В точку Я спросила Вас Насколько близки Вам ваши герои И перечислите Пожалуйста Рассказы Которые Были Да Использованы В постановке Непротивленец Непротивленец Макар Сельские жители Сапожки Сапожки Мое деть Украл машину Дров Микроскоп Степка Угу В каждом Рассказе У нас У каждого Роль А сколько Вообще Актеров Задействованы В постановке Семь Семь актеров Сакрально Так Получился Рассказ Семь актеров Все У нас Обалденные Девушки Все Заиграли Вдруг Да Вот что-то Что-то Такое Да Шукшинская Вот это вот Как сказать Вот это вот Любовь Вообще К нашим Женщинам Это вот Очень здорово Но про актерскую игру Я поняла Декорации Интересные Костюмы А костюмы Наверное Да Пришлось Найти Как ни странно Вот все это Как-то Откуда-то Все это Пришло Ну как-то Специально Ничего Это И вроде бы С внешней простотой Но все это Так заиграло То есть даже Скажем так Товарищи по цеху Приходя Ну да Там актеры Которые смотрели Спектакль И говорят Странно Ну обычно Это все Казалось бы Смотрелось бы Как некий А тут Ну внутреннее Содержание Да Важнее Конечно Сначала идут люди Потом все остальное Анна Чем для вас Дорога Работа Именно В этой постановке Ну и давайте Еще поговорим О ваших Многочисленных Работах Есть достойные Спектакли В вашем театре Вот о чем бы Хотелось еще Рассказать Ну про Шукшина Да Сначала Повторюсь о том Что Очень здорово Что пришлось Сыграть несколько ролей Это Уникальный опыт Да Это уникальный опыт Мало кому Такое Может достаться Нам вот Выплачить Да Так сыграть Удивительно Что все получилось Сыграть Все получилось Сыграть Что каждый эпизод Везде ты разный Даже Ну без лишней скромности скажу Что это удалось Нам всем Это откликается в зрителях Ты режиссер доволен Удалось удалось Мы даже За кулисами Ну обычно Ну актеры Там в гримерках ждут Свой выход А у нас все за кулисами сидят Смотрят друг на друга Потому что это Интересно Это до сих пор Нам смешно Смотреть Мы стоим за кулисами Смотрим Что там Кто-то там Кто-то приходит Специально посмотреть На какой-то чей-то кусочек Прям вот Посмеяться Там что Как может что-то новенькое Актер добавит И тоже вот интересно Доблюдать Друг за другом Поэтому мы всегда Друг в этом спектакле Как-то мы друг в друге Мы смотрим в глаза Мы понимаем Мы можем читать в глазах Что Ну импровизация Конечно дело хорошее Но четкая задача режиссера Конечно Она наверняка поставлена Да вот все-таки Если сказать Это комедия Это драма Какой жанр У этого спектакля Помните Чехов Да Чайку обозначил Драму Комедийная 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 Грубо говоря Комедийная Драма Вот Шукшин Это Чехов Только более такой Чуть-чуть Вырос Принцип тот же Нет автора Есть жизнь Поэтому Там Это Да Это И комедия И драма Невозможно Это не одно Это вот Многогранный Да Спектакль получился Да Как и сам Собственно Василий Макарович Шукшин Давайте еще Мы Во-первых Когда можно Будет прийти Посмотреть Ближайшие даты Озвучите Ну и Еще о работах В которые вы задействованы Напомните Вот на что еще Стоит сходить Обязательно Может быть Какая-то вот Визитная карточка Самарского художественного театра Визитная Ну Чайка Чайка Камерный Такой спектакль Получился Где Зрители Сидят по периметру И получается Как я это называю Мы на носу У зрителя играем То есть Зритель может вот так Ощутить Аромат Духов От актера Эффект присутствия Да Эффект присутствия Увидеть слезу Прямо вот здесь Как будто Зритель сам Выпадает в эту усадьбу Как будто Он вместе с нами Поэтому Тоже Открик большой Зрители Мы спрашивали знакомых Эффект присутствия Очень сильный Ты переносишься В пространство Этой усадьбы Да Человек видит даже Каждую пуговичку На костюмах Поэтому костюмы Там очень шикарные От Марии Казак Который Делал нам эти костюмы Я уж молчу Что Да Виталий Ну а вы пригласили бы На какой спектакль На чайку На чайку Ну сейчас Сейчас скажу Вот Сейчас наверное Людям больше Все таки нужен Вот наверное Шукшин Причем во всех Его проявлениях Ну тогда ближайшие даты Какие спектакли Шестое Так Четвертого Пятого Марта Да Приходите Четвертого В шесть Тридцать Пятого В шесть Ноль ноль И вас Ждем И вас ждем Непременно Непременно Приходите Вот тогда Я обязательно приду И мы Впоследствии встретимся Поговорим Я поделюсь С вами Впечатлениями Ну и конечно Разделю Наверняка Ваши Потому что Когда спектакль Идет Он набирает В любом случае Да Как говорят Режиссеры Скелет Обрастает мясом И спектакль Все больше и больше Становится Интереснее Наиграннее Спасибо вам большое Я продолжу разговор С вашими коллегами Актерами Самарского художественного театра Успехов вам Удачи Ну и конечно Бесконечных Бесконечных Аншлагов Спасибо большое И вам Удачи Спасибо большое За очень теплые слова И за интересное интервью Ну а Самарский художественный театр Славится еще конечно И детскими постановками Вот сейчас мы посмотрим Небольшой сюжет О детском спектакле И продолжим Наш разговор В Самарском художественном театре Витражи Проходит марафон Новогодних представлений В этот раз Самарское отделение Всероссийского общества Инвалидов Организовало спектакль Для детей с особенностями В развитии Но увидеть постановку Смогли не только ребята С ограниченными возможностями Это помогло создать В зрительном зале Инклюзивную атмосферу Эти мероприятия Они на самом деле Важны не только В преддверии Нового года Они вообще важны Постоянно и регулярно На регулярной основе Чтобы инклюзивные дети Чувствовали себя Полноправными членами Нашего общества Чтобы они Так же активно Вливались В общественную жизнь Чтобы они Наслаждались искусством Радовались Ольга Ткачева Работает социальным педагогом На спектакль Морозка привела Двух сыновей Рассказывает Что особенно понравилась Новая интерпретация сказки Мне всегда нравится Когда что-то новое Привносит Не просто Классическую версию Детям очень понравилось У меня прям Младший ребенок Вот семилетний Он сидел Вот так вот смотрел Так как они Со сказкой знакомы Немножко в конце Не поняли Что произошло Но им понравилось Они прям вот Были все во внимании И старший Вот девятилетний Тоже Билеты на спектакль Распространялись Через городскую службу Семья И районной организации Инвалидов По окончании Представления Дед Мороз Поздравил детей со сцены И подарил сладкие угощения Ну а я продолжаю разговор Далее гости в студии Никита Попов Актер Режиссер Самарского художественного театра И Людмила Криченкова Актриса Самарского художественного театра Здравствуйте Здравствуйте Людмила у нас вообще в студии впервые Вот наверное первый вопрос будет вам Как складывается ваша актерская карьера В Самарском художественном театре Ну и расскажите немножечко о себе Как давно вы служите в этом театре Седьмой год С 2015 года Работаю в Самарском художественном театре Ну родилась и выросла я в Самаре Закончила нашу академию культуры и искусств Никогда не думала Что пойду куда-то в другую профессию Или еще что-то Потому что очень многие Вот с нашего курса например Там два человека пошли учиться по профессии А остальные выбрали совсем другое Нет я как-то вот была целенаправленно Знала чего хочу Еще с детства выучилась Думаю Ну если я выучилась То поэтому Только театр Исключительно театр Поэтому пошла работать в театр Вот В театре мне очень нравится Работа есть всегда Нет такого чтобы ты там просиживал или еще что-то Нет Работа есть Много интересных ролей Вот И детские И взрослые Очень важно чувствовать себя востребованным Особенно в театре Когда Ну что же говорить Есть конкурентки Есть Амплуа Опять же определенная Да Когда вот Режиссер тебя видит в этой роли А в этой Ну хоть Талантлив ты Да Ну вот Ну никак Бывают разные И Огорчения Наверное И всякие моменты Да Бывают Ну возможно Возможно Просто мне кажется Что Это когда Большой театр Прям большой Когда Трупа 100 120 человек Возможно Там какие-то У нас Камерная трупа Маленькая Поэтому Всем девочкам И мальчикам Всегда есть роли Поэтому из-за этого Мы как-то Конфликтов никаких нет Ну и отлично Никита Вы попробовали свои силы В режиссуре Расскажите пожалуйста Как вам Ваш новый опыт Ну как Замечательно Нет Безусловно Это очень интересно Потому что Напомню да Что я Учусь на эту профессию Все-таки на режиссуру Вот Не на актерскую И Это Бесценный опыт Это Большая благодарность Вообще Театру За такую возможность Потому что Эта возможность Выпадает Ну что Говорит Не каждому Конечно Абсолютно Но это вопрос доверия В первую очередь Да Доверие Да И вообще Шанс и возможность На мой взгляд Это дорогого стоит Дать Молодому Режиссеру Шанс Сказать Выразить И донести До зрителя Какую-то мысль Свою И попробовать Силы В таком Как бы Большом организме Как театр С профессиональными Артистами С профессиональной командой И безусловно Я ловил Большой кайф От работы Ну расскажите Пожалуйста Над какой пьесой Вы работали Почему Выбор Именно пал На это Произведение Пьеса Генрика Или Хенрика Как вам угодно Ипсена Кукольный дом Так Ипсен Это Драматург С мировым именем Норвежский Драматург Его произведение Могли слышать Или читать Также Пергюнт Геда Габблер Вот Пергюнт у нас Идет в Самарсе Насколько я знаю Вот А кукольный дом Так вышло Что в Самаре Ну вот Я изучив материал Покопавшись в истории Понял Что в Самаре Не ставили ни разу Кукольный дом Вот И это Безусловно Интересно Но интересно Это произведение Своей Есть такой Вы на себя Вы рискнули По сути Но ведь действительно Если Никто из режиссеров Не брался Значит работа Как минимум Нет не брался в Самаре В Самаре Да Конечно понимаю Я и говорю про наш город Это как минимум Не просто Быть может еще Вот понимаете Такой момент есть Что это произведение Все таки Оно многогранное И это вот Та пьеса Про которую можно сказать Что режиссеру есть Что выбрать Про что ставить Вот Потому что там правда Очень много этих смыслов И главное В них тоже Не увязанность А выбрать Что-то Одно Интересное Ну главное Так сказать Можно все Раскрыть понемножку Но одно что-то Главное Должно быть Центральная История Какая-то Вот И для меня Вот если там да Открыть там Ну википедию Любые сайты Там вы можете Прочитать Что это пьеса В свое время Была там Манифестом феминизма То есть это вот Про женскую Конкретно свободу И так далее Для меня это Все таки про свободу Не только женскую А про свободу Человека в принципе А свободу от чего А свобода От такого Самообмана Вот И через герои И не только Одна героиня Главная Да Вот Нора Исполнитель Славной роли Сидит Полив руку от меня Вот Не только она Проходит через Страхи Вот Но ее глаза Мы видим Эту ситуацию шире Но через страхи Проходят все персонажи И все Становятся свободными И мне кажется Вот в наше время И это Очень актуально И интересно Ну а теперь Спросим Исполнительницу Главной роли Людмила Скажите пожалуйста Ну удалось Режиссеру Никите Донести Самую главную Мысль Вот красной нитью Она протянулась Через весь спектакль Я думаю Что да Я думаю Что еще спектакль Наиграется Как говорится Обрастет еще Мясом Дополнятся какие-то Вот Но я думаю Что основная мысль И цель То что мы хотели Донести Все таки Это про Как Никита Хотел чтобы это все Закончилось Очень светло Не как там Вообще В принципе Упсена Ты каждый Дочитал И может Доигрывать И себе По-своему Что случилось С Норей Как она Себя повела Да Есть такая фраза Что пьеса Ипсена Заканчивается там Где обычная пьеса Должна начаться Да 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 Я слышала Кстати Это тоже выражение Но вот Вы же работали С Никитой Как коллеги Актеры И сейчас Вы работали С режиссером Разные ли это Взаимоотношения И расскажите Как вы работали Над своей ролью Какие задачи Режиссер Перед вами поставил Задачи очень Рассказывай Рассказывай Такие Жесткие Работа у нас Продолжалась Она такая Вымоченный спектакль Он очень долго Репетировался У нас Очень долго Ну очень долго Сколько? Год больше? Год Да Год Это началось Января прошлого года И вот в феврале Мы только выпустили Проходили Этапы этюдов Да То есть это Ну это нормальная работа Очень так Жестко Никита пытался Достать Изнутри То что мы Удалось Удалось режиссеру Донести главную мысль До актера Потому что вот Я считаю Это самое главное Когда режиссер Понятным и доступным языком Объясняет актеру Что он от них хочет Вот у тебя Как у актрисы Такая-такая-такая задача Будь добра ее выполни У тебя у актера Вот такая задача До вас донесли Через Не вот прям Никита Для него это тоже Первая работа Он как бы Вместе с нами Мы работали сообща Вот Если что-то Он Доносил Если мы не понимали Мы что-то предлагали свое Допустим Да Либо он Говорил Нет Давайте вот все-таки Коллективно Работать Есть момент Есть момент Есть момент Как бы такого Что нужно Сработаться Как вот именно Режиссеры Получается С труппой артистов Как бы И им со мной тоже Потому что Ну правда Мы Практически пять лет Я работаю в театре Я артист Мы играем в одних и тех же спектаклях Вместе работаем Там да У нас Свои там Приколы Какие Ну конечно Мы друзья Мы такая семья Вот А теперь То есть Как бы так случилось Что вот Приходится То есть Ему ставить спектакль Да И мы теперь Артисты В его Как бы Замысле Да Вот И конечно В этом случае Ну Мне хотелось Чтобы это была Совместная работа Потому что Так сказать Ну я могу конечно Все придумать Поставить там Железные задачи Вот Будьте добры Выполняйте Да Но это можно делать Там С роботами С кем угодно Но не с живыми людьми Живые люди Как бы живые артисты Которые Работают Они тоже хотят искать Они тоже хотят Привносить свое Импровизировать И мне тоже нужно было Понять То есть Какие-то Опять же Рычаги Там воздействия Чтобы человек Мог бы На задаче Вас слушались Никита Ваши коллеги Да Всякое бывало Но это рабочий процесс Это абсолютно нормально То есть Самое главное Для меня Что эта работа Случилась И она получилась И зритель ее Принял И правда Как вы это поняли Ну Две премьеры Прошли Успешно Я это понял По По Поднятию Зала с мест Аплодисменты Стоя Оба раза И Отзывы Собственно В книге отзывов В социальных сетях Наши отзывы Безусловно Что сказал режиссер Театра Сейчас Олег Скифку У вас Вот От Профессионалов Да Какие были отзывы Ну Олег Анатольевич сказал Что это В любом случае Большая работа Она проделана И Сделана Вот Это Как бы Самое важное Вот Быть может Есть такой момент Что все-таки Каждый режиссер Он Разный То есть Ну как и артист Да Если бы мы все были одинаковые Это было бы тоже Странно И зачем тогда нам Эта профессия Зачем тогда мы учим людей На эту профессию Все мы одинаковые Но вы приглашали На премьеру Авторитетных для себя Людей И потом спросили Их мнение Что вам сказали Очень интересно Да У меня Были люди Также были артисты Там Из других театров Мои друзья Коллеги Знакомые Коллеги Как бы Просто из сферы культуры Не только из театра Ну Если честно Я слышал Только положительные отзывы Был отзыв о том Что для меня Немаловажно Там Да Что там Ну Нравится Не нравится Это такой субъектив Я по нему Не очень сильно оцениваю Для меня Вот был главный Один отзыв Мне сказали Что это было сделано Профессионально Для меня Это как бы Важно И правда Ценно Продолжать будете Этот опыт Ну конечно С удовольствием Ну что же Близится день театра Скажите пожалуйста Чем будете удивлять Самарских зрителей Ну и конечно Традиционный капустник Будет в театре Людмила Да Капустник Капустник у нас Капустник у нас просто очень интересный будет Людмила просто еще не знает на самом деле Всех как бы Тайных сюрпризов Которые у нас заготовлены Вот она поэтому немножко смутилась Она не совсем ожидала Малыш и Карлсон Вот Но на день театра Мы хотим показать спектакль Опера-балет Муха-цокотуха Вот так Там используются известные хиты классической музыки Оперные партии исполняют артисты нашего театра даже Да Вот у нас главную роль Мухи-цокотуха играет Анна Маркова Великолепно там все партии она исполняет Да как и все артисты у нас все Как оказались даже те кто не поющие оказались поющими Вот большое спасибо нашему Глебу Набокову Который у нас и такой композитор по совместительству еще И педагог Да и педагог по вокалу Каждый раз приходя в студию удивляете снова и снова Ну очень приятно это слышать Вот У нас просто правда так собралось У нас вроде нас немного в труппе Да Но мы все такие многогранные Все разные Но при этом классные Так сказать Позвольте себе такое Так вот Капустник мы хотим отметить сразу же после спектакля Тематика вот театра детям Артисты детям Тоже все для того чтобы было весело не только взрослому зрителю Но и ребенку Чтобы дети поняли что такое вот атмосфера театра Атмосфера актеров вне спектакля Как мы умеем шутить Как мы умеем такой просто речи прикалываться То есть да у нас тоже есть вот эти вот шуточки И мы можем давать какие-то номера Импровизировать вот это все И чтобы дети у нас от души посмеялись Вместе с своими родителями Провели так сказать отлично день театра Вот в этой магии нашего Самарского художественного театра Ну а позвольте мне добавить Мне кажется вот вся эта магия И все вот это о чем вы сказали Возможно только по-настоящему В сплоченном коллективе И безусловно только дружной семье Как Самарский художественный театр Благодарю вас Спасибо всем тем кто был сегодня с нами Вы смотрели программу Город Эс Ну что же как сказали мои сегодняшние гости Идите в театр Идите в театр Всего хорошего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok